Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамовой. Сегодня самые актуальные темы мы обсудим с губернатором Курской области Александром Михайловым. Здравствуйте, Александр Николаевич! Добрый вечер! Я напоминаю телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию и задать их. Сделать это можно по телефону 70 35 15. Или оставляйте свои вопросы на нашем сайте 7info.ru. Александр Николаевич, на минуту недели делегация Курской области приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Наш регион презентовал свои возможности. Вот по вашей оценке, насколько плодотворная была работа на форуме? Ну, что касается проведения, знаете, форумов, потом выставочно-ярмарочных мероприятий, вот таких знаковых, мы к этому относимся у себя достаточно серьезно всегда. Почему? Потому что мы уже в передачах с вами озвучивали мою точку зрения, и она, я считаю, правильная абсолютно. Ее специалисты поддерживают. В рыночной экономике, вот это как раз очень хорошие формы, площадки вот эти, да, где можно, ну, как бы сказать, показать свои возможности и познакомиться с возможностями потенциальных партнеров, установить какие-то связи интересные, партнерские и так далее, что будет способствовать, ведь задача-то какая он, форум поэтому и называется инвестиционной, что как раз установление партнерских связей способствует росту инвестиций, вот, в регионы и дает возможность или какой-то импульс им для дальнейшего развития. Вот, поэтому наша делегация, вот, в числе там, по-моему, 25, что ли, регионов оформила свой выставочный павильон, и там были представлены наши целый ряд проектов знаковых, которые у нас есть, они касались вот этой Михайловский ГОК, и Курская атомная станция-2, и Агропромкомплектация, вот, наше замечательное, вот, сегодня сложилось такое предприятие, Солтест-АТ, его зовут, но оно пока не сверхкрупное там, или оно среднее предприятие, но это очень хорошо слажено и, как вам сказать, ну, что ли, эффективно работающий коллектив, у него хорошее будущее, если вот дальше они будут так продолжать. Всего было вообще у нас, как бы сказать, в нашей обойме где-то около 100, 100 примерно инвестиционных различных проектов, программ, предложений и так далее, на очень большую сумму, где-то более 600 миллиардов рублей. Поэтому потенциальные партнеры, нас посещали очень многие наши коллеги из других регионов, специалисты из федеральных структур и ведомств, и, конечно же, это давало возможность, вот, еще раз говорю, показать себя. Далее наши специалисты тоже самое, по приглашению коллег посещали, скажем, павильоны других наших регионов России и знакомились с ними. Вот, в целом, мы же завершили это, подписав, вот, я лично три соглашения администрации области подписала, ну, и наши рабочие группы, вот, во главе с моим заместителем Криволаповым, с двумя регионами, были подписаны планы реализации ранее подписанных соглашений, потому что мы всегда этому придаем очень большое значение. А вот, что касается меня, мы провели еще раз переговоры с нынешним руководителем Красноярского края, значит, моим коллегой Уссом Александром Викторовичем, с главой администрации Тамбовской области Никитиным, и с мэром города Сочи Пахомовым. Вот, у нас есть, кстати, хорошие возможности с городом Сочи установить достаточно такие продуктивные контакты, у нас многие просто не знают, но Большой Сочи, как они его называют, если посмотреть в границах, в которых он работает, это 600 тысяч жителей сегодня, это очень, уже достаточно крупный такой центр, который ведет очень такую интересную политику, и там сегодня можно не только, скажем, летом, да, в летний период отдыхать, многие это всегда сочетали с морем, но сегодня это прекрасные центры лечебные, и которые превосходят по своим возможностям, вот мы с Пахомовым, кстати, договорились, он посетит Курскую область и проведет здесь презентацию этих центров, чтобы рассказать нашим людям, что не надо вообще-то, если по многим таким серьезным даже заболеваниям, ехать там в Германию, там в Турцию или Израиль, ну или там какие-то другие страны, это можно сделать у нас в России, в Сочи, и будет это все продемонстрировано, вот, они сейчас делают все для того, чтобы люди, нуждающиеся в этом, я просто подробно хочу, чтобы понимали, особенно в зимний период, да, цены будут приемлемыми и значительно даже ниже, чем за рубежом, а это хороший плюс, вот, наша задача, ну, здесь подумать о том, как решить вот транспортную проблему, особенно, может быть, в авиации, пока она вот в зимний период не решена, мы сейчас вот думаем теперь над этим, как сделать, чтобы, ну, в нашей стране это вообще оказалось, видите, не по вине Курского региона, но авиация в очень запущенном состоянии, но, тем не менее, и можно так любой проект прокомментировать, в свою очередь он принял предложение, и вот его просто могу процитировать, он сказал, что да, у нас у многих сочинцев есть интерес, многие просто не очень хорошо знают, потому что не бывали здесь никогда в Курской области, вот, пройти по туристическому маршруту, по местам Курской битвы, вот, и посмотреть ваши культурные, такие вот интересные объекты, которые у вас есть, я ему рассказал и о Георгии Сверидове, об Афанасии Фете и ряд других моментов, что он с удовольствием выслушал и сказал, что их администрация будет работать с людьми, чтобы сюда организовывать поездки людей, для того, чтобы смотреть наши достопримечательности. Да, интересный туристический обмен получается. Я думаю, что это действительно интересно, это полезно, потому что мы ведь в одной стране живем. Безусловно, Александр Николаевич Февраль, руководитель администрации Курской области, по традиции, посетили районы регионов, встречались с жителями, общались и отчитывались, как прошел 2017 год. И прежде чем мы будем обсуждать эту тему, я предлагаю послушать, что говорили сами куряне, чем им запомнился в шедший год, что произошло в их жизни, как она изменилась? Сейчас у нас отличные дороги, у нас восстановлен клуб красавиц, у нас отличные места для отдыха, у нас построена часовня, у нас сделали два святых колодца, их реконструировали, у нас колокольня, то, чего не было. Четыре года назад предприятие обрабатывало 1800 гектарных земли, сейчас обрабатывается 10 тысяч. Четыре раза выросло количество работающих, если раньше это было 23 человека, то сейчас у нас работает уже 96. В этом году мой мальчик пошел в детский сад, мы сразу, то есть проблем не было. С момента подачи заявления, и, наверное, прошло неделя, как мы стали посещать детский сад. На сегодняшний день проблем с очередностью нет, я как молодая мама могу это подтвердить. Ну вот такие изменения, какие-то касаются, может быть, одной семьи, какие-то более масштабные. Вот тоже я хотела бы задать по поводу вопросов, которые приходят люди на встречу с вами, с вашими заместителями, естественно, не только выслушивают, но и спрашивают сами, какие-то интересующие вопросы задают. Чаще всего о чем спрашивают? О том, что касается их дома, дороги, освещения, или все-таки более масштабно о каких-то проблемах, которые затрагивают развитие всего региона? Ну, знаете, я могу вот о чем сказать. Вопросы, кстати, бывают самые разные, я сейчас продолжу. Но инициатором вот такого рода отчетов или встреч с населением, как их угодно можно тут назвать, вот я был сам, и мы с 2002 года проводим такие отчеты перед населением наших муниципалитетов, имеется в виду районного уровня, то есть это вот районы наши сельские. В городе Курске мы проводим в каждом из муниципальных подразделений, то есть это Сеймский округ, там железнодорожный, центральный, вот здесь три встречи проходят в трех местах, ну и так далее, то есть во всех муниципалитетах. Что это дает? Ну, сегодня вот, во-первых, есть потребность у людей, конечно же, в условиях вот этого многоголосия, когда сегодня тут не в обиду будет сказано, не вам, работникам, там, средств массовой информации, или там, политикам, в какой-то мере, моим коллегам, вот, которые часто могут трактовать, знаете, многие события так, как им иногда захочется. Ну, что тут мы это видим? И в электронных СМИ, и в печатных СМИ иногда встречаешь, вот, ну, не говоря уже там про различные там интернеты и так далее, сети там, социальные. А здесь идет, как бы, встреча, ну, когда информация идет из первых уст. То есть мы встречаемся с активом, конечно, там, потому что весь район или весь, или полгорода не соберешь, но это самые активные люди, это и депутатский корпус местный, это и там руководители, если это сельский район наших низовых муниципалитетов, и представители общественных организаций, там, руководители, там, школ, так далее, так далее. Вот, они потом в своих коллективах доносят это до людей, мы об этом, по крайней мере, просим, но они слушают конкретно, или я вот выступаю, или заместители губернатора в районах и в городах отчитываются, и это очень дорогого стоит. Люди узнают, а что делается на самом деле вот в регионе, было сделано, допустим, за прошедший год, вот мы иногда обращаемся и к тому, а с чего вообще начинали, потому что люди иногда забывают, знаете, тоже полезно иногда напомнить, вот, потому что у нас иногда к хорошему быстро привыкают, о плохом помнят сегодня, ну и порядок ведь такой, я вот выступил, допустим, с отчетом, а за мной выступает глава администрации этого района, или городского округа, и тоже рассказывают о том, а что конкретно у них делалось, их администрации. Затем мы подводим как бы итог, а что совместно нами сделано, какие вопросы были решены. А что касается обратной связи, что спрашивают люди, они самые разные могут вопросы задавать. Иногда это вопросы такие достаточно масштабные, что ли, так скажем, когда могут, там какой-то вопрос по газификации какого-то там села, если это сельский район, где еще оно не проведено, ведь еще 8% у нас пока не газифицировано, вот. Хотя это уже и не так много, ведь был все уровень газификации 21%, сегодня уже 91,5%, ну почти 92% где-то у нас, это в сельской местности. Могут спросить про дом, про улицу, там какой-то еще вопрос задать, он может быть более такой немасштабный, но тем не менее касается, скажем, или этой семьи, или там жителей этой улицы, или какого-то там населенного пункта. Ничего страшного в этом нет, мы, кстати, выслушиваем, и, значит, здесь сразу же даются вопросы, или они берутся на контроль. Вот, я всегда прошу, и люди это делают, вот, в письменном виде пишут, мы их потом обобщаем, смотрим, вот, где вопросы, как бы, так сказать, вполне реальные, то даются поручения соответствующие, это дает нормальный результат. Ну и последнее, что я бы здесь, чтобы не затягивать ответ, сказал бы. Вы знаете, вот мы когда в 2002-м, еще в 2003-м, ну, года три первые отчеты проходили, они проходили очень сумбурно порой, потому что ситуация после 90-х годов, вот, была в Курской области, в нашей родной, весьма непростая. И, значит, это часто просто иногда даже трясло зал. Сегодня разговор проходит абсолютно спокойно, в очень доброжелательной такой обстановке, вот, в порядке, по-деловому, как говорится, идет обмен мнениями. Они получают сведения от нас, ну, и какую-то информацию дают нам. И я считаю, что, вот, еще раз подчеркиваю это, что это очень полезно, тем более, что я еще раз, вот, хочу подчеркнуть, что мы, значит, как бы, обязываем глав администрации районов, городских округов, тоже выступать с отчетом о своей работе. И затем, вот, людям становится понятно, что сделано в области, что сделано у них конкретно, ну, и дальнейшие наши там планы. Пусть они даются в начале года, понятно, что это укрупненно пока, но мы говорим, какие направления будут нами там поддерживаться, над чем будем работать дальше. Александр Николаевич, промышленники Курской области ушедший год закончили с ростом чуть больше 3%, и этот результат выше, чем средний по России. Довольны ли вы этим результатом, и что нужно делать, чтобы и дальше, и в следующем году удержать рост? Ну, во-первых, знаете, у нас сегодня не все это понимают, к сожалению. Я хотел бы, чтобы даже телезрители, кто нас смотрит, они понимали. Дело в том, что, ну, так в России сложилось, вот, после 91-го года, да, скажем, наполняемость областного бюджета, да и консолидированного. Консолидированный – это, значит, бюджет области, плюс бюджеты наших районов, городов вместе взятые. Доходная часть, ведь она наполняется кем у нас? Прежде чем что-то, как я всегда говорю, делить, раздавать и там что-то кому-то добавлять, сначала надо это заработать. А поскольку регион наш, он не богатый в том плане, их таких много, где не добывается, как и у нас, газ, нефть, сегодня у нас это нет, золото и алмазы тоже не добываются. Значит, сработал хорошо промышленный кластер экономики, значит, дал прибавку, что? В доходную часть областного бюджета. Сработал хорошо аграрный сектор, это же тоже производство, причем очень активное. Вот, и дал тоже прибавку, значит, тоже в доходную часть бюджета. Вот мы ее получили уже по сравнению, скажем, с годом предыдущим, у нас есть прибавка, которую мы можем там добавлять куда-то, и на зарплату, и на решение каких-то социальных вопросов, потому что других у нас источников их нет. Поэтому, что касается вот этих экономических кластеров промышленного, сельскохозяйственного, мы их постоянно держим на контроле, работаем совместно, это не просто сегодня, но тем не менее, вот плюс 3,1%, прибавка у нас, скажем, по индексу промышленного производства за 2017 год, да, к предыдущему, 2016, это неплохо, потому что в целом по России 101%, то есть прибавка 1%, значит, у нас выше, чем даже среднероссийский показатель. А в целом, вот я хотел бы сказать, что за последние годы, с 2012 года, если начать, и включая уже 2017, прибавка составила в объеме промышленного производства 22,5%. Ну, значит, мы ежегодно, системно, получая рост, вот точно так же, примерно в такой пропорции растет доходная часть бюджета, добавляется на 3, на 5, на 6, на процентов и так далее. Это очень важно сегодня. Поэтому, доволен я или не доволен, ну, вы знаете, есть отрасли, которые, может быть, не совсем хорошо сработали. Это вот общий показатель по области. Вот, его формируют у нас там примерно около 200 предприятий, если с малыми считать, которые активно участвуют в производственном процессе. Ну, что делать, значит, не у всех иногда складывается удачно, потому что сегодня в рыночной экономике высочайшая конкуренция, и надо тому, кто занимается сегодня бизнесом или ведет какое-то направление его, надо очень самому здорово уметь работать, вот, в плане организации производства, и даже в плане реализации потом продукции. Вот, ну, и тут много других вопросов. Мы ежегодно подводим итог по году, встречаемся со всеми нашими руководителями предприятий промышленности, и по итогам полугодия, причем на одном из предприятий, где есть показать, что тем предприятиям сделано нового, вот, инновационного, а потом уже проходит теоретическая часть, когда подводятся итоги. Но сначала люди смотрят вот на то, что достигнуто их коллегами. Я считаю, что это полезная практика работы, и мы ее будем использовать и дальше. В регионе продолжается строительство станции замещения Курская АЭС-2. На Курчатовском предприятии уже изготовлена специальная ловушка расплава, пассивная система безопасности. Очень часто на совещаниях речь шла о том, что на эту стройку века Росатом будет привлекать курские компании. Вот сейчас выполняет ли госкорпорация это обещание? Многие ли наши предприятия курские участвуют в конкурсе и в результате участвуют в стройке? Ну, во-первых, стройка набирает обороты, потому что темпы терять нельзя, ведь есть срок ввода, скажем, первого энергоблока. Поэтому в целом, вот по итогам прошлого года, в эти сроки удалось уложиться, несмотря на все сложности. Ну и сейчас вот посещали нашу станцию и руководитель Росатома Лихачев Алексей Евгеньевич, и руководитель Росэнергоатома Петров Андрей Виналич. Я вот вместе со своими коллегами, двумя заместителями, там специалисты и так далее, смотрели, как и что на стройке там сегодня делается, как она развивается, какие перспективы. На этот год определён уже достаточно солидный объём работ, это 27, почти с половиной миллиардов рублей к освоению. Вот, и надо будет уложить вот в мае месяце уже первый бетон в основании первого энергоблока. Задача такая стоит, главное, пожалуй, что вот затем уже дальнейшая работа и так далее. Что касается привлечения людей, потому что без этого не лето, ну, сейчас на стройке вот работало где-то 700 человек примерно, ну, рабочих, квалифицированных. Кстати, это люди ведь очень высокой квалификации, там нельзя просто прийти вот и так далее, кому-то неподготовленному. На этот год уже необходимо привлекать 1400 человек. Поэтому Росатом и Росэнергоатом просят сейчас нас и обращаются к курским организациям с просьбой приходить, вот, участвовать в конкурсных процедурах, да, работать на субподряде и участвовать в строительстве Курской АЭС-2. И я несколько раз в передачах обращался к курянам, потому что начинаешь, а вот у нас негде работать, у нас есть где теперь, вот, особенно если эту стройку взять. И зарплата там неплохая, и сейчас начнет жилье строиться активно для тех, кто будет работать на Курской АЭС-2 на станции замещения. Вот, и с учетом того, что АЭС-2, это каждый блок срок действия, его рассчитан минимум на 60 лет, я думаю, что у каждой семьи, пришедшей туда, есть хорошие перспективы. Поэтому, а пока участвует, ну, на субподрядных работах где-то три организации, насколько мне вот докладывали, и, значит, атомщики, еще раз подчеркиваю это, они, наоборот, просят сейчас курян активнее участвовать в конкурсных процедурах и приходить работать на строительство АЭС-2. Александр Николаевич, еще немного о развитии промышленности. Если вы сегодня упоминали уже компанию Softest ATE, у них есть еще один достаточно интересный проект. Вместе со своими немецкими партнерами они хотят в Курской области открыть индустриальный парк. Уже есть серьезные планы. Хотят создать инфраструктурные условия, чтобы другие предприятия могли развиваться и комфортно себя чувствовать на их базе. Насколько вообще реализуем этот проект? И если исходить, например, из опыта других регионов, насколько он востребован бизнесом, предприятиями, вот такие индустриальные парки? Ну, во-первых, я так бы сказал, что сотрудничество Softest AAT с немецкими партнерами, оно началось где-то два года назад. И немцы, ну, вообще-то, как партнеры, я бы о них сказал хорошие слова, потому что они всегда держат или следуют тем обязательствам, которые на себя берут. И если уж они приходят, то они работают, на мой взгляд, достаточно достойно. То есть, решают все вопросы. Поэтому сегодня просто ведется активная работа по изучению, ведь все-таки надо, чтобы было выбрано правильное направление в развитии этого, скажем, технопарка. Предложения уже есть и у немецкой стороны, и у наших промышленников, вот у Softest AAT и так далее, с учетом конъюнктуры рынка сегодня и у нас, и в Европе, и так далее. И я думаю, что там есть хорошие перспективы. Мы это поддерживаем и будем всячески содействовать. Если этот проект будет реализовываться, уже вот, ну, перейдет в активную практическую плоскость. Перспективы у этого проекта есть и хорошие. В Курске прошел региональный этап чемпионата Junior Skills. Это образовательный проект, и его цель – это профориентация школьников. Вот прежде чем мы поговорим на эту тему, давайте посмотрим небольшой сюжет. Игрушки, которыми можно управлять, пожалуй, не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. На первый взгляд кажется, что эта аудитория – комната для развлечений. На самом деле здесь все по науке. В руках школьников обычный конструктор начинает двигаться и выполнять действия, которые они требуют. Как винтик и шпунтик, эти ребята вот уже два года работают рука об руку. Илья программирует, Ярослав собирает. Сначала были простейшие роботы, которые просто ехали по линии. Потом добавлялись новые возможности, новые датчики, новые моторы и новые функции. На Junior Skills задача гораздо серьезнее. По итогам состязаний робот должен стать безупречным сборщиком урожая. Пока не все получается, но ребята не унывают. Они намерены сделать машину, которая сможет принести предметы и принести победу. Робот должен уже собирать какие-то объекты, перевозить их, сортировать каким-то образом. Если продукт собран, но не отсортирован, то есть сложен как-то в стартовой области, это минимальное количество баллов. Если он помещен в нижнюю часть стеллажа, это среднее количество баллов. Если он на верхнем уровне стеллажа, предполагается, что на верхнем уровне стеллажа имеется контроль температуры. Это наивысшее количество баллов. Здесь организовано мебельное производство, а точнее прототипирование деталей будущего уголка школьника. Если в первый день инженеры-дизайнеры создавали трехмерные модели по чертежам, сегодня обратный процесс – рисуют с натуры. Как говорится, семь раз отмерь и только потом выполни эскиз. Алексей Асеев пару лет назад взял в руки чертеж и создал модель. Получилось. Теперь планирует связать свою жизнь с машиностроением. С одной стороны, отец посоветовал, он разбирается в этом. А с другой стороны, мне самое интересное. Приятно находиться рядом с такими вещами, которые сделаны собственными руками. Собственными руками они не только делают вещи, но и с юных лет обеспечивают себе профессиональное будущее. Это главная задача Junior Skills. Настоящих специалистов надо растить со школьной скамьи. Действительно, совсем еще дети решают очень серьезные задачи. Александр Николаевич, недавно началась реализация еще одного всероссийского профориентационного проекта. Он называется «Школа». И там ставку делают на совместную работу педагогов и родителей в воспитании детей. Вот на ваш взгляд, может быть, к такой работе стоит привлекать еще и, например, крупные предприятия, устраивать детям экскурсии, может быть, проводить мастер-классы. Ну, например, попав на предприятие, ребенок увидит своими глазами, как это работает. И, может быть, ему станет чуть проще ответить на вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту. Как вы считаете? Да я думаю, что постановка вопроса абсолютно правильная. Мы это и делаем. И, кстати, некоторые предприятия, они уже это используют. Ну, например, Михайловский ГОК, он пользуется этим, и компания «Металлоинвест». Они, ребят, часто для них, для такого рода, вернее, активистов, кто, будем говорить, потенциально готов будет потом стать инженером, технологом или квалифицированным рабочим, это делается. Вот есть и ряд других предприятий, кто у нас. Конечно, пока это движение на таких сверхсерьезных оборотов не набрало, но я думаю, что сейчас с развитием вот этого проекта, с его реализацией проекта «Школа», конечно, мы будем делать все возможное, наши отраслевые структуры, чтобы вот этот, как бы сказать, компонент, он был, ну, тройственным. Да, и родители, и педагоги, и, конечно, представители того предприятия, скажем, которое заинтересовано в пополнении инженерными кадрами молодыми, в подготовке специалистов и так далее, это их будущее. Ну, я всегда говорил, что у нас, знаете, пока еще это у нас, нам кажется, что наша страна уже давно в рынке. Вот, на первых порах ведь многие, значит, предприятия, пусть не обижаются, я им говорил, это многим, да и на совещаниях даже, что это был, ведь, сначала советский багаж. Инженеры были, и технологи, и так далее. Потом выяснилось, что надо же готовить кадры, вот, потому что если кто-то пришел и не является калифом на час, вот, или временщиком, как я им иногда говорю, то всерьез и надолго, а это означает, что без кадров, хорошо подготовленных, а откуда они должны расти? Из числа молодежи, вот, из школьников, из-за тем, там, чтобы они становились студентами при патронаже тех же предпринимательского сообщества, каждого по своему, там, предприятию. Вот, поэтому это направление, конечно, оно обязано быть востребованным повсеместно. И сейчас я уже сказал, что это пока делают несколько предприятий, но думается, что мы будем этот опыт потом, мы его сейчас стараемся пропагандировать, но думается, что он будет, вот, востребован гораздо больше, вот, просто в ближайшие годы. Александр Николаевич, вопросы от телезрителей на наш сайт поступают не только во время прямого эфира, но и в течение буквально каждый день. Вот один из таких вопросов поступил от Виталия Канищева. Просьба от жителей деревни Сапогова. Помогите сделать тротуары и уличное освещение. По узкой дороге идут дети, старики, взрослые, их пугают машины. Дорога в этой деревне оживленная, рядом город и Курское море. А сейчас еще и скользко, можно упасть под колеса автомобиля. Вот что касается деревни Сапогова, есть ли возможность действительно помочь? Ну, вы знаете, помочь в таком варианте можно вообще каждому силу, если они так вопрос будут ставить. Просто это задача и, прежде всего, прерогатива муниципальных образований. Вот, скажем, этим должна заниматься была вплотную администрация Курского района. Вот, село это, я же знаю, где оно находится. Вот, и администрация, если по освещению брать, да, того сельского совета, на территории которого находится это село Сапогова. Вот, я просто сделаю поручение своим структурам, вот, которые занимаются энергетикой, Александру Петровичу Дюмину, своему заместителю, и другому заместителю Дюмину, который там занимается строительством, чтобы они поизучали этот вопрос и предъявили спрос, может быть, главе администрации Курского района. Вот, вместе кто-то из них побывал с ним на встрече с жителями вот этого села, и определились, когда и в какие сроки можно решить вот этот вопрос. А мы можем просто поддержать это. Александр Николаевич, вообще подобные вопросы и от жителей сельских советов, и от жителей города Курска поступают достаточно часто, и, наверное, не всегда действительно люди знают, как им правильно действовать. Не просто, там, звонить или писать на прямой эфир губернатора. Куда им пойти, с чего им начинать, с кого требовать, чтобы вовремя и хорошо все было сделано, вот, посоветуйте. А у них есть, в городе Курске, если это по Курску касается, то, пожалуйста, мы уже говорили, во-первых, три округа, Сеймские, там, Центральный и Железнодорожный, там есть администрации, туда не решает администрация города Курска. И уже потом обращаться к нам, хотя это, прежде всего, и это есть обязанность администрации города Курска и его структуры. Эти вот три другие администрации, это их структуры, по сути дела, тоже. Это продолжение, как говорят, городской, городской, курской администрации уже на местах. Поэтому вот туда и надо обращаться первоначально. Но только так, когда они напишут жалобы, что была у чиновника такого-то, или там был кто-то, да, который вообще-то это направление ведет, но который не среагировал никак, потому что иногда пишут там безымянно. Я думаю, что это подтолкнет к какой-то мере. Есть еще у них, они же избирают сами депутатов городского собрания, там, или районного собрания и так далее, к ним, чтобы те не только во время выборов с ними контактировали, а выборных кампаний, а и тогда, когда уже стали депутатами и должны как-то оказывать поддержку населению. Вот мы тоже их на это ориентируем. Я имею в виду депутатский корпус всех уровней. Они больше должны знать о людях, нежели это. Ну, давайте писать губернатору, а потом что? Президенту, да, у нас это, в общем-то, модно. Но другое дело, что есть у каждого, у каждой структуры свои обязанности и уставы. Александр Николаевич, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что пришли в студию и ответили на вопросы. Я напоминаю нашим телезрителям, если у вас есть вопросы и вы не успели дозвониться во время прямого эфира, вы можете задать свои вопросы в любое удобное для вас время на нашем сайте 7info.ru. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин